Христос Творимя, Достойно Царствия Небесного! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Слово Истины». Гость нашей студии сегодня – Игуменя Ольга, настоятельница монастыря в честь всех святых в земле русской просиявших. Здравствуйте, Матушка! Недавно прошел съезд Игуменов и Игуменей в Троице Сергии Валаврии. Такое событие в Православной Церкви происходит впервые? Да, впервые в новейшей истории, в рамках празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского в Троице Сергия Валаврии в монастыре им основном состоялось собрание Игуменов и Игуменей в монастыре русской Православной Церкви. И цель его была в том, чтобы обсудить вопросы устроения монашеской жизни в современном мире. И, как сказал святейший патриарх Кирилл, сам факт совместной молитвы Игуменов и Игуменей – это уже само по себе знаменательное событие. Но если учитывать то, что за каждым настоятелем стоит целая дружина иначествующих, то можно сказать, что в большой келье преподобного Сергия собралось всё монашество Русской Православной Церкви в день его памяти. Скажите, пожалуйста, какие наиболее значимые для вас мероприятия состоялись на форуме? На меня, как я думаю, и на всех самое большое впечатление произвёл доклад святейшего патриарха, в котором и было открыто собрание, в котором святейший поднял актуальные вопросы монашеской жизни и особенно отметил значение преподобного Сергия для монашествующих всех времён, в том числе и нашего. И даже так заметил святейший патриарх, что если мы не будем подражать преподобному Сергию, то будет затруднительно, если не невозможно возродить дальнейшее возрождение монашеской жизни, что каждый игумен и игуменя должны иметь перед своими очами пример преподобного Сергия и неукоснительно ему следовать. Также прозвучали доклады настоятелей, архиереев, игуменей Русской Православной Церкви, а также греческой Сафона был архимандрит с докладом, которые касались каких-то прописных истин, казалось бы, которые отражены в святоотеческом предании, которые все мы, казалось бы, знаем. Но когда об этом говорит человек, который опытно это проходит сейчас, то это производит впечатление и звучит внушительно, весомо. Может быть, чего-то кардинального нового мы не услышали, потому что, может быть, от того, что Христос вчера и днись той же его веки, то есть и вот те основные принципы монашеской жизни, они неизменны на протяжении веков, хотя меняются внешние какие-то, может быть, формы. Но вот для меня как-то прозвучало достаточно убедительно и как руководство к действию, потому что порой в суете как-то забываешь об этом. Вот говорилось о том, что, конечно, игумен — это в первую очередь, он должен обладать какими-то административными навыками. Он, естественно, должен заботиться о том, как благоустроить, строить, накормить, обуть, одеть, братьев, чтобы… Но в первую очередь он должен быть связан со Христом, и через себя он должен приводить своих братьев и игумен, и игуменей и сестер ко Христу. Вот это самое главное. И Святейший Патриарх отметил, что главная молитва игуменов должна быть о братьях, а игуменей — о сёстрах, что непременно, поимённо каждый день молиться за каждого насельника. Красной нитью через все доклады проходила мысль о том, что о важности келейной молитвы и богослужения для монаха, поскольку у нас многие обители, какие-то обители уже достаточно благоустроенные, а какие-то только начинают возрождаться, восстанавливаться, очень много трудов, и, может быть, нет возможности уделять времени на молитву. Но было заострено наше внимание на том, что молитва есть первая необходимейшая обязанность монаха. Один архимандрит в своём докладе даже привёл такой пример, что преподобный Феодосий Печерский, обращаясь к одному игумену, который сетовал на недостаток средств, он говорил «Батюшка, неукоснительно исполняйте своё монашеское правило, молитесь за богослужением, и миряне вам будут деньги через ограду мешками бросать». То есть ищите прежде всего Царство Небесное, и всё это приложится. Также в докладах затрагивались вопросы о послушании и дисциплине. То есть мы порой думаем, что дисциплина — это основополагающее, это то, что помогает содержать монастырь в порядке. Но нет, на дисциплине ничего не построишь. Дисциплина — это армейское понятие, а послушание — это нужно воспитывать в себе и в насельниках. Радостное отношение ко всему, что тебе поручено Богом через настоятеля. То есть если в армии тебя отправили, ты идёшь, руководствуясь дисциплиной, но внутренне ропщишь и сетуешь, то в монастыре, чтобы приобрести благодать, то ты должен с радостью, как из рук Божьих, принимать любое порученное тебе послушание. Вы впервые были в Троице-Сергиевой лавре? В Большой келье преподобного Сергия было не впервые. И всегда стараемся непременно посетить, взять благословение у преподобного Сергия, потому что чувствуется незримая помощь, что преподобный там присутствует, и преподобный помогает, он слышит. И, приложившись к его мощам, помолившись в его обители, уезжаешь окрылённым. Лавра благоукрасилась и воссияла, и даже сам город, Сергеев Посад, он тоже преобразился. Но больше всего радует даже не столько вот это благолепие, что всё сияет, а сколько, что даже в будние дни не иссякает поток богомольцев туда, к раке с мощами, стоит очередь далеко за пределами храма. И причём сейчас вот в год вот этих юбилейных торжеств добровольцы, волонтёры всем в очереди раздают брошюрки с акафистами преподобному Сергию. То есть люди стоят, не просто ждут своей очереди, а молятся. И вот эта молитва, она аккумулирует силу, которую, конечно, чувствует каждый туда приходящий. Что не только преподобный Сергий во время земной жизни и сейчас во время своей небесной жизни молится за нас, но и мы приходим и молимся. Сам Дух, который царит в обители, его, может быть, не можешь выразить словами, но каждый входящий он чувствует, что это место святое, что несмотря на то, что прошло семь веков, почти семь веков с того момента, когда преподобный Сергий в непроходимой Радонежской чаще возжёг лампаду. А тем не менее, сколько семь веков прошло, и мы, приходя туда, зажигаемся от этой лампады и несём этот огонь веры даже, можно сказать, до края земли, даже до Забайкалья. У нашего женского монастыря недавно появился свой сайт. Что там уже есть и что Вы планируете сделать ещё? Да, несколько месяцев назад мы создали монастырский сайт. Он содержит информацию о монастыре, историю его создания. Он находится пока ещё всё-таки в некой такой стадии разработки. Он ещё пополняется, дополняется, но там уже есть достаточно богатый иллюстративный материал. И, думаю, хотели бы ещё его пополнить видеоархивом, то есть теми сюжетами, передачами, которые сняты были о монастыре за все предшествующие 10 лет. Также у нас есть рубрика «Монастырские звоны», которую мы хотим пополнить именно монастырскими звонами, те, которые записью монастырских звонов, которые звучат в монастыре. Ну и ещё много интересного. Также у нас есть обратная связь, то есть человек может написать свой комментарий или задать вопрос, получить ответ. А помощники требуются? Помощники у нас требуются всегда. И мы с любовью, с благодарностью примем любую помощь. Также с октября в обители богослужения совершаются ежедневно, утром и вечером. То есть приглашаем всех желающих помолиться за монастырским богослужением. В половине восьмого Божественной Литургии в пять часов вечерняя. Я благодарю вас, Матушка Ольга, за участие в нашей программе. Христос во Риме достойно Царствия небесного.